Прошу судью принять и приобщить делу дополнительные сведения, а также опросить свидетелей, чтобы врач, который выписал Эпикрис сфабрикованный, указал, что при поступлении признаки были тремур рук и не ставим глаз. Тремур рук это значит, ну сами понимаете, руки дрожат. А кто именно может засвидетельствовать? Кто такая Ирина Анатольевна? Шептал и супруг ее, они меня подвозили в этот диспансер попутно, на машине я добирался, он в Гурманске находится. Они что могут показать, что у вас не тислись руки? Конечно, для чего они и прибыли. А врач вас не осматривает, тот врач, который выписал Эпикрис, он вышел с отпуска где-то позже. На момент поступления был другой специалист, фамилия другой, Колосов. Он ушел в отпуск, его сменил Казанков. Он следовательно, никаким образом при поступлении его не было. Короче, люди, которые вас подвозили, они вам заследили, что у вас следовало тремуре рук и все? И вот это глаза, тремуре рук это вот, там я не знаю, у кого что-то. Так, и что глаза? Не стагм глаз, это не произошло. Я не могу заследить, что не было. Не было, конечно. И больше ничего не могу заследить. Ну вот этот пункт они могут, и признаков синдрома, абстинентного тоже не было. А не врачи, чтобы определить признак синдрома? А там расписано, вопекризис понятно. А не врачи? Признаки. Они врачи или нет? Я вас спрашиваю вопрос. Одна из них врач. Какой врач? Точно не припомню. То есть, врач и нарколог? Нет, не нарколог. Не нарколог. Все понятно. Второй тоже врач? Второй нет, не врач. А кем работает второй? Самозанятый. Самозанятый. Не видел фейлеры рук и не стигматизм глаз, да? Не наблюдал. Не наблюдал. Хорошо были не прокурор, это просит подобных свидетелей. Так ты, Николаевич, боженик, я не считаю необходимым доктор, что их... Сослушав мнение... Сослушав мнение участника процесса, удовлетворение ходатайства, допросив в качестве свидетеля Шиталовы Николаевны и Шиталовы Сергеевича отказать. Прошу перерыв на 10 минут. Нет, перерыва никакого не будет. Продолжаем дальше. У вас перерыв предостаточно. Тогда укажите письменно, почему у вас... Письменно вам никто указывать не будет. Существует процесс, председательствующий по делу введен процесс, разрешает кадатство. Ваше кадатство допросит свидетелей, ваше кадатство об объявлении перерыва рассмотрено и удовлетворение отказа. Никого письменного кадатства в судебно свидетеля не будет. Это закон. Продолжаем осмотрение. Итак, исковое заявление вам понятно? Вы признаете? Нет, не признаю. Вам предоставляется слово для раздражения. Пожалуйста, совещание признаетесь. На основании нормативных документов Министерства указано, для какого-либо медицинского вмешательства требуется добровольное письменное согласие. Следовательно, надо иметь контакт с врачом и уже он дает формуляр о согласии либо с... Значит, не соглашаюсь. Этого ничего не было сделано. Было сделано втайне постановка на учет. Возможно, для статистики фиктивной. Заинтересованность очень прямая. Я очень понимаю, вы о чем сейчас говорите? Вы сейчас говорите о том, что вас без вашего согласия поставили на учет или без вашего согласия вылечились в ОПНД? На учет поставили без моего согласия. Это разные медицинские процессы в лечении диспансерное и динамическое наблюдение. Но я вас правильно понимаю, что вы проходили лечение? Наблюдался и проходил лечение. Вы находились? Был. Вы там в палате лежали? В палате. В палате лежали. Сколько дней лежали? Девять дней. Девять дней лежали. А с чем вы там лежали? Причина? Ну, поссорились с супругой. Я его, знаете, не слышал, чтобы в больнице пылали до лечения в связи с тем, что поссорился с супругой. Поссорился с супругой, а нам не... Нам не интересует, как вы до туда доехали? Вы с чем там лежали? Собственно, надобности в лечении не было как-то. И с чем там находились? Я понимаю, вы там лежали, надобности необходимых в лечении не было. Поэтому врачи просто вас кормили, восемь-девять дней просто так вот там лежали. И я уже полный. Это я понял, что никакой надобности не было. Но все-таки вы там с чем лежали? Надо было побыть друг от друга в разных местах. Друг от друга? Понятно. Не на улице. И врач при приеме не была медсестра, по-моему. Она просто померила давление. И все и положила. Да. Никаких бесед, по факту, не проводилось. Обычно у нас так и происходит в больнице. Люди приходят, приезжают просто так, а как друг от друга их кладут, а они отдыхают только друг от друга. Я понял вас. Это совершенно нормально. Мы все в больнице обычно так и лежим. Ну, никогда что-то болит и нет необходимости в специальных медицинских познаниях просто полежать на друг от друга. Я понял вас. А далее, судя по вашей логике, вас оттуда выписывают и без вашего ведома вас ставят на учет. Нет, оттуда выписывают. Я настоял, чтобы досрочно выписали, поскольку целесообразности дальнейшего нахождения не было. Конечно нет, вы же врач, вы же знаете. Нет, прием успокоительных таблеток врачом не нужен, можно не быть. Можно дома их амбулаторно принимать. Я просто понимаю, что, конечно, каждый пациент прежде всего врач. Я знаю, что прием каких-то препаратов не сильно каких-то там можно и амбулаторно принимать. После чего возник конфликт с врачом. Конфликт возник, понятно. Да, очень не хотел выписывать. Ну, когда я ему разъяснил, что... А он очень не хотел выписывать, потому что понимал, что вы еще не сильно отдохнули в кадре. Не знаю, что он там понимал. Но ознакомить он не удосужился с эпикризом выписным. Иначе была бы отметка «выдан на руки». Хотя я просил. Понятно. И по этим основаниям, поскольку вы не получили эпикриз, вас незаконно поставили на учет. Я понял, что вы понимаете? Это надо спрашивать, почему незаконно поставил на учет самого врача. Я просто не понял, почему вы говорите, в чем незаконность постановки на учет у нас. Незаконность, добровольное согласие должно быть. Вот я про что и говорю. Если вы должны поставить гражданину на учет, надо от него добровольное согласие. Верно понимаю? В определенных случаях добровольное согласие не требуется. Там указаны какие случаи. Вы считаете, что в вашем случае должны потребовать согласие на постановку вашего случая? Оповестить. Должны вызвать к себе, позвонить в конце концов. Я мог прийти и уже там что-то узнать хотя бы, по крайней мере, предпринять. Должны позвонить, оповестить. А вы после выписки из больницы, вы направлялись, ходили к своему врачу? Не было у меня документов. Я спрашивал, который врач выписывал меня, что мне нужно делать, куда, чего. Дайте мне, говорю, на руки что-то в больницу бумагу отнести. Нет. Вот только больничный, больничный лист был выписан. Я все отправлю. На этом все и тишина. То есть вам сказали, что я все отправлю, обращайтесь в больницу? Нет. Обращайтесь не было. Он сказал, что отправит. Как, когда, не уточнил. Здесь просто выписано. Здесь написано. Рекомендовано. Продолжение лечения имбулатурного правительства. Он меня не ознакомил с этим документом. Подборность не ознакомил, да? Нет, ничего не было. Иначе бы на руки я бы... Итак, в силу того, что вас не ознакомились с Эпигрисом, считаете постановку на учет незаконной? В силу того, что Эпигрис был сфабрикован, как исход, была постановка незаконная на учет. А Эпигрис сфабрикован в какой части? В том, что вы лежали в больнице? Нет. Начиная с момента поступления признаки уже фальсифицированы были. Их не было, этих признаков. Наверное, у нас свидетели есть, которые показаны, что не было ни тревера. И чего она? Понятно? Во-вторых, несоответствие, разногласие в самом декризе. А в чем расскажите? А как в чем? Если же в одном пункте он упоминает, анамнез скрывает наркологический, и тут же в другом пункте идет 17 лет с мелкими подробностями. Так можно при скрытии анамнеза добыть мелкие подробности 17 лет. А анамнез – это опрос? Я знаю. Я нормальный, здоровый человек там в подробностях ничего не будет этого расписывать. Почему? Говорит. Я, по крайней мере, не говорю такого. Кто-то может расскажет. Я не лечился там, не наблюдался. Он эти признаки никак не мог наблюдать. Никак не мог наблюдать. Хорошо. Я сказал, не мог наблюдать. Скажите, пожалуйста, вы почему к наркологу обратились? В облазерах наркологу обратились? Да нет, у нас. Ну, это не за женой. Вреди. Почему к наркологу обратились? Вы употребляли спиртные напитки? Нет, не употреблял. Нет, а почему не к наркологу? Почему там не к наркологу обратились? Ну, что первое пришло, сказал бы в дурку идти, значит пошел бы в дурку. Сказал бы на СВО поехать. А кто вас осуществлял прием? Тот же самый, который указан в документах Попов. Ну, фигурирует. Попов? Да. Попов, Попов, вот это самое. Вы принял вас, да, и вы писал в направлении, да? Да. Это вас здесь принял Попов, а там вы говорите, в наркологическом фанцере? На приеме был, первый. Первый был на приеме Колос, а вы писал кто? Вы писал Хазанков. Принимал Колос, выписывал Хазанков, да? Вызов по Попову. А у вас когда-то какие-то еще будут? Поскольку вы на фанцере осуществлялись? Ну, хотелось бы, чтобы, ну понятно, что опросили свидетелей. Люди, которые не следующее ни в чем, и просто подвозящие вас, могут свидетельствовать только о том, что они вас подвозили. А в вашем состоянии медицинском может свидетельствовать только врач, ваша спадка. Внешние признаки видны у человека сразу. Ничего не видно по внешним признакам. Если бы у вас по внешним признакам было видно, то у нас не было бы суда, то сажали бы по внешним признакам у вас по внешним признакам решали бы логический прав, а стоять к отрячей на Fam Oops, смотри, да ваши внешние признаки мне что-то не нравятся, решить прав. Вас это устроит? Вас устроит такой подход к вам лично? По внешним признакам? Определять состояние человека? То есть я такойczę�, я не устрою, вы такого не хотели вы отвечали на себя. а почему на обязательность медицинским образованием должны чёрта меня зачем юридическим и прокурор с юридическим зачем ну какая разница будет сидеть другой человек нет у него образования и чёрт с ним может прочитать книжку под названием кодекс простейшие признаки внешне не конечно простейшие признаки внешне могут подтвердить что они проводили позу Ромберга они выявляли тремя рук проверяли непосредственно в соответствующей позе после соответствующих нагрузок они определяли тремя рук вызвана алтогольным укреплением или расстройством цидальной нервной системы связанной в том числе с правым заболеванием они это проводили уважаемые его вообще не было этих признаков так естественно не было для вас не было ничего вы у нас ответчик для вас не было ничего это совершенно нормально и правильно вы защищаетесь всеми возможными способами и вам закон позволяет это хорошо вам нужно чтобы свидетели были с медицинским образованием но мне не нужно свидетелей мне нужно доказательства у нас свидетелей достаточно по поводу достаточно свидетелей который вас направлял нет он вас не осматривал направление выдал и все вот так в коридоре вы стояли вот так и выходят что надо направление зашел в коридоре ответил не надо не осматривал не говорил не разговорил да зачем это надо врачу они же обычно так и делают точно так же встретят на улице тебе что надо направление ну подожди сейчас напишу врач хотя бы мог бы сделать оповестить и усомниться в что-нибудь и повторно там конечно должен уставиться когда вы получаете в истории соответствующего стационара со столетней истории ну клинического центра можно сказать он конечно должен уставниться безусловно вызвать самое в кабинет провести следствие конечно должен не следствие а хотя бы сказать что это у тебя съездить там допустим в соседнем Манчегорск проверь все решеты итак судебно заседает на 22 августа 2023 года на 10-20 прошу не расходиться сейчас по-русски поездка